Международный день благотворительности для волонтеров добрых людей из города Харькова на территории города Луганска закончился далеко не празднично. Благодаря вмешательству помощников народного депутата Украины Олега Валерьевича Ляшко, очередная жертва не успела отдать свои деньги мошеннику. Да руки уберите от меня! А что вы боитесь? Подождите, ну так и все! Вот хорошо, я помощник народного депутата. А что вы звоните? Что вы боитесь? Давайте мы посмотрим, сколько вы собрали этому ребенку. Вы знаете или нет, что эти деньги вы изымаете? Что вы звоните сразу? Я еще раз говорю, что вы звоните? Представьтесь для начала. Я Пригеба Григорий, помощник народного депутата Ляшкова. Да не орите! А что вы так ведетесь? Вы же волонтер. Вы же волонтер, мы должны быть добрыми. Подойдите до меня. Вот пускай подойдет. И давайте мы позвоним родителям, сколько вы помогли за месяц, что вы собираете, вот каждый день. Что вы сразу убегаете? Что вы волю звоните? Мы же не милиция, а никто. А ну номер телефона. Давай телефон родителям и позвоним сейчас. А на этом на контейнере. 099-244-0750. Алло, Елена Викторовна? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Это Елена Викторовна? Нет. Ну, номер телефона 099-244-0750. Вашему ребенку собирают, скажи, на лечение? Вашему ребенку собирают на лечение? У вас ребенок болен? Медулопластома, да? Собираются деньги у вас на ребенка? Какое время собираются? Алло. Собираются. Скажите, пожалуйста, какая сумма необходима на лечение вашему ребенку? А, я в Москве не брала. Нет определенной суммы. Ладно, а сколько вам перечислили? А сколько уже перечислили денег вам? А сколько собирают? Нисколько. Нисколько не перечислили. А сколько собирают? А сколько собирают уже волонтеры вам на ребенка уже? Когда вы писали? Ни копейки. Ни копейки не перечислили. Ни копейки. не перечислили на денег, контейнер полный денег. А сюда смотри сколько дали. Вот мы этому ребенку встроили. Ну вот сейчас мы с помощником народного депутата, мы сейчас снимаем это все на телевидении, это харьковская организация вам собирают деньги на ребенку. Ни копейки денег вам не перечислили. Все ясно. Сейчас вызываем организатора этой конторы. Нет, значит я сейчас зафиксирую, что я забрал. И я передам это в милицию, не надо, чтобы сейчас этого нет. Это в милицию, да, передам. Ящик не опломбирован. Ящик не опломбирован. Должна стоять печать фонда, то есть ящик уже не опломбирован. Уже нарушение законодательства идет. Я забрал его. Харьковская область. Харьковская область. А почему на Луганске? Вот Харьковская область. Мокрых печатей фонда опять же таки нет, что копия верна. Нет мокрых печатей. Нету мокрых печатей. Ни на одном документе нет мокрых печатей фонда. Вызывайте, сейчас нельзя. Так вы должны сами вызвать, может у вас это изъяли, забрали. У меня вообще-то вызывало. А мы передадим это ребенку. Я разочаровался в том, что вот такие как ты стоишь на каждом перекрестке. И каждый ложит по 5-2 гривны, кто сколько может. Вот выходит, ты стоишь в глазах. А вот сейчас своими глазами я убедился. Девочке нужна помощь. Какой девочке? Ты этой девочке помог лично, вот к кому ты, бросают тебе. Помог, а у тебя есть дети, расскажи. А у меня детей нету. А вот тогда, не дай бог, нужна была помощь твоим детям. Это надо вообще контролировать всех их на рынках. Они же везде. Супермаркет. Ну а как? Контейнер не опломбированный. Ну как не опломбированный? Ну что, я сейчас пойду себе напечатаю. А вы попробуйте отобрать. Печать фонда должна стоять. Как пломбируют контейнеры? Печать фонда с одной стороны и с другой стороны опломбирована. А при чем это пломба? Печать фонда с другой стороны. Печать фонда с другой стороны. Печать фонда с другой стороны. А как вы не читаете договор, который вы подписываете? Здесь договор может быть написано, что вы ежедневно получаете 200 гривен от этой деятельности. А вы знаете, что это уголовная ответственность? Это мошенничество по уголовному поводу. Вообще уже. Пойдем, Вадим, снимай его. Поговаривай со зрителями. Где ты там? Кто вас слышит? А кто вас слышует? А чего ты боишься? Ты публичной деятельностью занимаешься. Чего ты боишься? Это съемка. Что это за съемка? Это видеосъемка, а он занимается публичной деятельностью. А вы поизведите, да? Это же вы. Возьмите документы, посмотрите. А где представитель вас? Представитель своих генеральных правил. А это съемка? Это мы на облашении народного депутата снимаем. Ну, потому что, чтобы было какое-то доказательство для людей. Понимаете? Пойдемте, я сделаю. Вы представитель какого еще вы? Ну, вы забираете, да? Пойдемте. 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 Твори добро на всей земле. Твори добро другим во благо. Не за красиво. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит, меня зовут Виктория. Я беспокоюсь по поводу вчерашнего скандала, который произошел с волонтером «Добрые люди». Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Елена. Елена, скажите, пожалуйста, у вас действительно ребенок болен? У меня действительно болен ребенок. Скажите, пожалуйста, какая сумма необходима вашему ребенку на лечение? Ну, на данный момент нам необходимо на обследование пройти МСД около 5 тысяч нам надо, чтобы просветить голову и спину. 5 тысяч. А когда вы обращались в фонд? Договор у нас был заключен 23 августа. Ну, вот смотрите, с момента заключения договора фонд «Добрых людей» начал производить вам сбор средств на лечение вашего ребенка. Скажите, пожалуйста, как вы договаривались с фондом данным о перечислении денежных средств? В какой период вам будут денежки перечисляться? И как они вам будут перечисляться? Вообще мне Оля говорила, ну, это девочка, которая с фондом, с фондом, она мне сказала, что каждую неделю будет перечисление, ну, чего, сколько там она собирается, там, сколько там, ну, неопределенная сумма, там, ну, сколько соберут за неделю. В конце недели будет перечисление, или же, ну, там, на следующую неделю, там, или в понедельник, или в конце недели, или в начале следующей недели. Ну, пока у меня перечисления пока еще не было. Вчера Оля звонила, сказала, что будет перечисление на следующей неделе, вот вроде как с понедельника, вроде. Они вам ежедневно отзваниваются, говорят, сколько денег на счету у ребенка? Нет. И сейчас она тоже не владеет информацией, сколько на счету у ребенка? Нет. Нет, она мне ничего не говорила, но вчера она мне сказала. Ну, а вчера, смотрите, Елена, я вас перебью, извините, пожалуйста, вчера она вам позвонила, и то потому, что вчера у нас был небольшой скандал на улице Челюскинцев при задержании данного волонтера. Вы понимаете, что она подъехала, и как-то у нее выхода не было, как позвонить вам. Ну, вот вы видите, что происходит, на больных детях вот люди зарабатывают деньги. Он отсидел несколько лет, и вот он вышел, он не может нигде на работу сходиться, а здесь легкие деньги. Легкая нажива, вы понимаете, что происходит. За счет больного ребенка они зарабатывают себе. Так что не переживайте, держите себя в руках, мы решим данную проблему. Все, будем на связи. Всего доброго, до свидания. От имени народного депутата Украины Олега Валерьевича Ляшко обращаемся в правоохранительные органы и прокуратуру города Луганска принять меры реагирования по факту деятельности фонда «Добрые люди» на территории Луганской области. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...